Я, родная Я, родная Горожане еще не успели отойти от внезапной кончины мэра, как появились шокирующие подробности его коррупционной деятельности. История, которая началась еще 10 лет назад, получила неожиданное продолжение. У нас появились неопровержимые доказательства того, что обвиненный в растрате бюджета директор детского дома Стоцкий оказался невиновен. Деньги на ремонт детского дома украл Суворов Борис Палыч. Привет! Ты зачем выпустил репортаж? Привет! Какой репортаж? О Стоцком! Я ничего не выпускал. Тогда кто? Я не знаю. Деньги на ремонт детского дома украл Суворов Борис Палыч. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кира, прими мои соболезнования. Просто уходи. Кира, послушай меня. Я бы никогда себе не позволил сделать компромат на твоего отца и выставлять его в эфир в день похорон. Это не я. Марк, мне все равно. Это ты его убил. Соболезна. Пап, мне кажется, у меня поплавок уплывает. Погоди. Подсекай, подсекай. Подсекай. Подсекать я тебе. Да, давай, давай. К себе, к себе. Да погоди ты. Так, давай. Давай пацанку. Пацанку неси. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Есть, есть, есть. По сагу давай. Да мне нет пацанки. Не делай. На, бери, снимай. Смотри. Это мой первый улов. А это кто? Это Красномер. Ха-ха! Держи! Ну, класс! Коллеги, мы с вами проделали очень большой путь. Добились хороших результатов за очень короткий промежуток времени. Но, к сожалению, я вынужден выйти из игры и снять свою кандидатуру с выборов на пост мэра. Спасибо вам. Вы большие молодцы. Но на этом сказка закончена. Спасибо. Понял. Это шутка? Это розыгрыш дурацкий, Марк? Ты рейтинг видел? Ты фактически победил. У кого, Костя? У кого? У покойника? Я не собираюсь строить свою карьеру на человеческой смерти. Ну, знаешь, на твоей победе работала вся команда. И я в том числе. Мог бы предупредить или посоветоваться. Я ценю всех и тебя в первую очередь. Но этого ничего не поменяло. Спасибо тебе. И все-таки нужно поехать к нотариусу. Это чистая формальность. Просто нужно твое присутствие и подпись. Вот и все. Поехали. 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 Милевич снял свою кандидатуру с выборов. Почему? А для него эти выборы просто способ отомстить твоему отцу. А дом? Я тут ничего не вижу. Про дом. Да, дома тут нет. Только указанная сумма, которую завещатель оставляет в равных долях вам, Кира Борисовна, и вам, Лилия Вадимовна. Дом давно принадлежит мне. Как? В смысле? Это же наш дом. Все верно? Подпиши. Я не буду это подписывать. Кира, налоговая декларация кандидата в мэры должна выглядеть демократично. Именно поэтому часть имущества, включая дом, переписали на его жену. Ну так все делают. Ну так нет. Все в городе знают, что это наш дом. Твой отец решил, что так будет лучше. Нет, это она решила. Никто не знал, что так получится с Борисом Павловичем. Я буду судиться за дом. Это мой дом. Ты мне поможешь? Кира, ты вернешься к нотариусу? Нет, не вернусь. Я сказала, я подписывать ничего не буду. Твоё право. Поможешь? Да. Чтобы у тебя не осталось вопросов, вот дарственное на моё имя. Это воля твоего отца, и никто её не сможет отменить. Я хочу побыть одна. Дарственное не забудь, пожалуйста. А, да. Угу. Добрый день. Уже виделись. Вилия Вадимовна, видели? Сегодня вышла передача про вашего отца. И очень удивительно, что в день похорон Суворова выходит на него компромат. Ваших рук дело. Логичнее предположить, что это сделали вы. Извините, нам некогда. хорошо. Помоги мне. Я заскучилась. В следующий раз предупреждайте о своём визите заранее. ПECКИ. О, ВОДЫ. ПЕКИ. И, ВОДЫ. Ох, ВОДЫ. Ох, ВОДЫ. Ох... И чего ты пришел? Прости, может, это не мое дело, но... Твой муж из меня тебя слили. Классный компромат. Прям в твоем стиле. Сначала ты убиваешь отца, растаптываешь его имя. А теперь ты хочешь уничтожить мою жизнь. Ты прям молодец, Марк. Кира, я пытаюсь говорить правду. Правда не всегда приятна. Это правда? То, что ты опубликовал про отца, это правда? То, что отец воровал деньги у детей и довел до самоубийства Стоцкого? Да, это правда. Только я ее не опубликовал. Я бы не смог. Да нет, ты бы смог. Конечно бы смог. В этом доме я прожила лучший год в своей жизни. Столько воспоминаний. Да, я буду по нему скучать. Лиля, можно тебя на пару слов? Я снята. Да, конечно, дом не новый, но все коммуникации рабочие. А самое главное тут, как вы видите, авторский дизайн. Ладно. Вы сфотографировали джакузи? Да, самый лучший ракурс отсюда. Кира будет судиться за дом. Глеб. Мы работаем с проблемной недвижимостью, но для этого нам нужны все нюансы. Да, конечно. Знаете, вам лучше прийти в другой... Лучше прийти в другой раз. Что здесь происходит? Мы с Глебом показываем мой дом. Риэлтору. Кира! Кира! Продайте поскорее. Кира! Ты с ней спишь? Нет. А ты с чего взяла? Слухи. И ты веришь слухам? Кира, подожди. Я тут просто подумал, я могу купить этот дом тебе. Нам. Откуда у тебя такие деньги? Накопил? А ты знал про махинация отца с детдомом? Знал. Почему вы всем не врете? Кира! Лилия Вадимовна, после смерти вашего мужа в сети появился ролик, доказывающий невиновность вашего отца. Скажите, а как вы можете это прокомментировать? Не дай бог вам когда-нибудь испытать такой... такой стыд. Десять лет я верила в виновность моего отца Вадима Олеговича Стоцкого. Но мой папа оказался кристально честным человеком, простите. Простите, просто... невыносимо осознавать, что я была женой чудовища. Лилия Вадимовна, я, конечно, понимаю, сейчас это не совсем уместный вопрос, но все же. После своей смерти Борис Павлович Суворов оставил наследство. Скажите, как у вас сейчас отношения с дочерью, с Кирой? Ну, я не могу сейчас об этом говорить, но я очень надеюсь, что все закончится справедливо. Спасибо вам большое за интервью. До свидания. До свидания. Держитесь. Продолжение следует... Я так долго ждала этого момента. Мне столько пришлось пережить к Лею. Ты же сам все видел. Мы ведь этого сами хотели. Слышишь? Обними меня. Пожалуйста. Обними. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты всё это подстроила? Рано или поздно она всё равно бы узнала. Диэв, ты чего? Нам больше не нужно притворяться. Диэв. Я люблю её. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кира! 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 Кира, прости меня, пожалуйста. Прости, да-да-да, мы с Лилей были любовниками, но это было до тебя, до нашей встречи. Кира! До нашей встречи! Что же было сейчас? Она просто обманула меня. Она попросила себя обнять. Вот и всё. Глеб, я тебе не верю. Уходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Чего тебе не хватает? Я хочу семью и ребёнка. Так хочется пожить по-человечески. И поработать. Я тебе всё это дам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы с тобой можем быть только тайными любовниками. У нас с тобой будущего нет. Она тебя не простит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот я же вам говорил, Луиза Владимировна, что вас восстановит? Работать-то никто не хочет. Марк, я, конечно, не имею права давать тебе эту информацию, но поскольку приемная мать Кристины умерла, то я по своим каналам пробила номер телефона ее приемного отца. Удачи. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Перед продажей дома очистила камеры, нашла что-то интересное. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты с самого начала знала, что твой отец не виновен, да? n singularly ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НИТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТИНО Как в зеркало на тебя смотрю, я потеряла отца, ты потеряла отца, я потеряла дом и ты потеряла дом. Лель, мне тебя жалко. А что с тобой будет, Кира? Минус карьера, минус отец, минус дом, минус муж. Что останется от Киры Суворовой? Лель, ты могла обманывать кого угодно, жить с папой, которого не любила, а мужчинам это делать сложнее. Чего ты ведешь? Я это веду к тому, что меня Глеб любит по-настоящему. И я это знаю точно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Привет. А... А ты где? Где? Дома. А я тут совсем одна. Мне страшно. Возвращайся. Я... Я тебя люблю. В нашем хостеле нет отдельных комнат. Проходите. Вот ваше место. Постель, подушка, одеяло. А это кто? Это девочка. Она утром уйдет. Ты мне еще денег должна. Душ налево, туалет направо. Как тебя зовут? Таня. Мы не знакомы случайно? Таня. Нет. Понятно. Таня. Таня. Музыка. Нет. Здесь мне желающие. Ты мне наверное не могу. Я не знаю. Я не знаю. Напоминаем, что Кира Суворова появилась в нашем городе в качестве доверенного лица предвыборной кампании своего отца, который баллотировался на третий срок. Вероятнее всего, золотая девочка будет и дальше строить карьеру в модном бизнесе, но, надеемся, не в нашем городе. Мы назвали ее Танечкой. Жена делала все, чтобы сблизиться с ней, но девочка была абсолютно неуправляемая, постоянно сбегала из дыму. Через несколько месяцев жена не выдержала, и мы отдали ее в органы опеки. Что с ней стало дальше, вы не знаете. Я не знаю. Гном, на всякий случай, если вдруг на тебя будут смотреть и захотят забрать, то я разрешаю тебе вести себя плохо. Плохо или очень плохо? Отвратительно. И тогда не заберут? Нет. Доброе утро. Хлеб, а мы сегодня с тобой первый раз проснулись вместе. И так теперь будет всегда. Ну, к сожалению, в архиве ничего нет, но я помню эту девочку, она очень быстро сбежала, и, видимо, ее возвращение просто не успели оформить. И оформлять ее никто не стал, и разыскивать тоже. Понятно. Спасибо. А может, и не стали. Кому нужны такие проблемы? Скорее всего, определили в какой-то другой детдом. Спасибо. Спасибо. Да, Костя. Ты уже знаешь новость? О чем? Дом Киры Суворовой выставлен на продажу. Нет, я этого не знал. Я думаю, тебе это будет интересно. Да, спасибо. Что-то вы к нам зачастили. Здрасте. Доброе утро. Видел ваше сегодняшнее интервью. Не ожидал, что вы так быстро захотите общаться с журналистом. Я считаю, что люди должны знать правду. Даже если она бьет в первую очередь по мне самой. И по Кире в частности. Она это переживет. Я же пережила самоубийство отца. А вот эта информация, которую выпустил ваш штаб, то, что я бросил свою сестру, это вы считаете правдой? Мы опирались на информацию, полученную от Киры, а я привыкла доверять близким людям. Так что все вопросы Кире. А где она? Никак не могу ее найти. Кира уехала. Уехала. И выставила дом на продажу? Этот дом принадлежит мне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Привет, ребят. Здрасте. Что такие хмурые? А что вы здесь делаете? В смысле, что я тут делаю? У нас занятия. Большой вопрос. Хотим ли мы с вами заниматься? А это еще почему? Мы знаем, что ваш отец украл наши деньги. Могли жить нормально, а не в этом старье. Ребят, я вообще ничего не знала про эту ситуацию с деньгами. Я клянусь. Добрый день, Кира. Добрый. Не ожидала вас здесь увидеть. Может быть, она и вправду ничего не знала. Интересно, почему это? Я взяла на себя обязательство, и я его выполню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что значит, не продается? Да, 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 да. По документам все чисто, все законно. Вы сами все видели? Нет, поверьте, никакого суда не будет. Девушка на нервах, у нее умер отец. Ее можно понять. Хорошо. Снижайте цену. Глеб! Ты куда? К маме. А во сколько ты вернешься? Не вернусь. Почему ты так со мной? То, что ты делаешь, это оберзительно. Это дом Киры. У меня тоже был дом. И любящий отец. Но он покончил с собой. А твоя Кира в это время развлекалась в Италии на ворованные Борису Павловичу деньги. Кира здесь ни при чем. Она ничего об этом не знала. А я при чем? Она испытает то же, что испытала я. Ничего личного. Я не могу здесь больше находиться. Я тоже. Я не могу здесь. Все разошлись, отойдите, господи. Отойдите, отойдите. Уйдите. Я прошу вас. Я прошу вас, уйдите. Лев! 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 Нет! Ты так просто не уйдешь. Лев! Садись, мам. Внимательно. Глеб, я решила начать новую жизнь. Я бросила пить и готова лечь в клинику. Семь. Что? Семь раз ты бросаешь пить и ложишься в клинику. Это будет как в прошлый раз. Буквально на пару дней. На этот раз все серьезно. Я решила разобраться. с собой на тонком астральном уровне. Ну, хорошо. Сегодня я повезу тебя в клинику. Сегодня? Да. Хорошо. Как Кира? Я тогда не успела извиниться. Это свадьба и смерть Бориса Палчева. Тебя никогда не интересовали мои женщины. Без чего вдруг? Глеб. Кира замечательная. Совсем не такая, как ее отец. Береги ее. Приезжай, надо попрощаться. Кира, там такое происходит. Пошли скорее, пошли. Аля! 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 Что ты делаешь? Таня? Таня! Таня 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 Все-таки пришла. Зачем ты меня позвала? Попрощаться? С домом? У меня такой возможности не было. Да. Дом продан? Угу. А кто, кто купил? Новый владелец пожелал остаться от Гогнита. А, совсем забыла. Тебя ждет подарок в твоей комнате. Молодец. Домом. Дорога. Том. 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 Настя. Том. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Очень жаль, что вас тянули в эту аферу, но я должна вам сказать, что дом вам достался непростой. И я буду за него судиться. Это я. Купил твой дом. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ